Слава Тебе, Господь! Сила моя в Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Богу! Друзья, приветствую всех! Братья, сестры, всех друзей церковной реформации приветствую именем Господнем! Аллилуйя! Доброе всем утро! Да, вот уже шесть утра. Слава Богу! Здесь, в Петербурге белые ночи уже, поэтому даже ночью светло. Слава Богу! Спасибо Тебе, Господь, за эти белые ночи, спасибо за милость, благодать Твою, Господь, за Санкт-Петербург, благодарю Тебя за все, Господь! Аллилуйя! Да, друзья, доброе утро всем! Благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Приветствую всех из города Санкт-Петербурга любовью нашего Спасителя. И вот это исповедание веры, вот этот символ веры, который уже два тысячелетия провозглашается на нашей земле, его сегодня и мы провозглашаем, да, друзья? Как написано в деяниях об этом. Ибо ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу навеки, слава Богу Святому. Аминь. Так вот, братья и сестры, сегодня гимн любви и даже для заставки, для этой трансляции я взял картинку, там написано «Бог любит тебя», но слово «тебя» я решил просто удалить, просто именно «Бог любит», потому что здесь и тебя, и меня, и вообще Он есть любовь. Он есть любовь. И вот гимн любви в Писаниях, первое Коринфянам, для меня это гимн Богу, воспевание самого Господа. Здесь написано «Приветствую, братья!» Кто подключился уже? Первый Коринфянам, 13 глава. Гимн Богу всемогущему. Гимн любви это гимн самому Богу всемогущему. Хвалу воздаем Ему. Самая великая хвала здесь описана. Первое Коринфянам, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. кимвал, медь». Знаете, о чем подумалось? Наверное, тоже многие из вас об этом подумали, задумались. Кимвал, медь звенящий или кимвал звучащий. Что это нам напоминает, да? Слушайте. Вот. Поется песня там кимвалами, все громыхает, но это как приглашение. Любви не имею, но зову его, зову эту любовь. человек без любви. Вообще все здесь сотворенное без любви не может существовать. А наипаче человеческий род. Мы созданы по образу, подобию Бога и мы не можем без любви. Без него мы не можем. Мы задыхаемся без любви. Поэтому, если я не имею, то я звучащий кимвал, медь звенящий, звеню и звучу. То есть, я взываю об этой любви. Я прошу эту любовь. Человек, даже если он какие-то там порой вот как бы замечают люди, умные, даже неверующие люди, нерелигиозные замечают такие вещи, что вот когда человек там какие-то гадости порой делают, психологи как говорят, что во всей вероятности человек ищет любви. Он как бы ищет на самом-то деле, даже сам может того не понимая, и ищет признание, ищет любви. Вот, например, воспитание детей это очень так четко хорошо видно. И вот здесь пример потрясающий. Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею, то я, то я звеню, я стучу, я звучу, я требую этой любви, я ищу эту любовь. спасибо тебе, господь, спасибо. Вот, и братья и сестры, еще раз прочту, это просто трогательное. Вообще, 13 глава, я сейчас кто подключился, приветствую всех, тоже доброе утро всем, братья и сестры. Первая коринфянам, 13 глава, вот так называемый, ну, в христианстве мы называем это гимном любви. Это гимн самому создателю, гимн Богу всемогущему, потому что Бог есть любовь. И даже, вот я даже картинку этой сделал для трансляции, просто Бог любит, Бог любит. Лия, да, Адонай, Аллилуйя, доброе утро. так трогательно, когда Адонай говорит доброе утро. Аллилуйя. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Можно, конечно, это интерпретировать как именно негативное, вот именно пустота, да, как бы, и барабанит просто, а можно интерпретировать это и как доброе утро, да, Аллилуйя. Можно интерпретировать именно как вот звучащее, как вот сразу вспоминается вот эти, даже собрали такие прославления. Кстати, я тамбурин покупал когда-то, давно уже, еще в Киеве покупал тамбурин такой, но как вот в такой форме такой, заебулина такой какой-то, ну вот, такой интересный. Ну вот, и я этим инструментом славил Бога, славил Господа, потрясающе. Кстати, если вы в Питере, если какой-то музыкальный инструмент у вас есть, который вы хотели бы, там, благословить на прославление, восхваление Господа, то, вот, знаете, с кем связаться, да, пишите мне, пожалуйста. Вот, особенно, вот, 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 такой простой инструмент, демократичный, но очень востребованный, гитара, гитара, любая, шестиструнная, семиструнная, какая там, всякая. Гитара, чем хороша, что в любой ситуации, даже если нет никаких других инструментов, то просто, вот, я удивлялся порой, братья, сестры, берут просто гитару и на струнах играют, и уже восхваляем Господа, поем песни, поем салмы, это удивительно, конечно, слава Богу. Ну и другие, конечно, музыкальные инструменты, всякие тамбурины, все эти вот, эти вот, бубны, всякие там, значит, духовые, всякие инструменты. Пусть всякие инструменты славят Господа. Благословен Бог, доброго ранку, пастор Сергей, доброе утро, дорогой брат, благословений, аллилуйя. Да, братья, сестры, благословляю всех вас, доброе утро. И читаем 1 Коринфянам, 13 глава, гимн любви, гимн всемогущему Творцу, потому что Бог наш, Бог великий, Творец неба и земли, Он есть любовь. И здесь написано, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кембала звучащая, шалом, Света Деченко, да, Бог нас любит, а остальное приложится, это точно, это 100%. Если имею дар пророчества, во втором стихе написано, «И знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я...» Здесь написано очень такое слово, удивительное, да? Ой, прочитать или не надо? Вот. Еще раз. Я сразу не решусь, наверное, прочитать даже. Второй стих. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять». Это уму непостижимо. А написано дальше. «А не имею любви, то я...» А вот дальше слово стоит. «Господь благослови». «Написано ничто». То есть, ты ничто, и зовут тебя никак, если любви не имеешь. Бог есть любовь. Знаете, для кого-то, допустим, истина – это нечто абстрактное, философское, религиозное, или что-то еще. Для меня истина – это Бог. Для меня истина – это не просто какая-то категория философская, религиозная, это личность. Это мой возлюбленный Господь. И то же самое, вот, поэтому я говорю «истина», я подразумеваю Иисус. Я говорю «Иисус», подразумеваю «истина». «Для меня истина в Иисусе». И Иисус – это и есть истина. Вот. То же самое, когда любовь, это слово, оно в миру вообще, да и в религии тоже, и в христианстве тоже, порой такое затасканное, задерганное такое, знаете ли, и как вот Маяковский писатель, поэт Маяковский, Владимир, он писал в свое время, сто лет назад, что слова у нас, вот, ветшают, как платья. Действительно, так и есть. Затасканное слово, одно из самых-то затасканных, это вот как раз слово «любовь». Но, вот, перечитывая этот гимн любви, я четко осознаю, что для меня любовь – это мой возлюбленный, это не просто философия или религия, для меня любовь – это мой возлюбленный, мой Господь, мой Бог и Царь, мой брат и друг, мой Спаситель и Искупитель, отдавший жизнь свою за меня, доказавший свою любовь однажды и навсегда, ко всему испродавшемуся человечеству и доказывающий любовь по отношению ко мне. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Мой возлюбленный, прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. «Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет». Аллилуйя. Лия, она напишет, да, согласна, Бог любит, аминь, аминь. И он, можно сказать, от его лица, «Я не могу иначе». Вот он такой. Любит он, любит Бог, и он не может иначе, ибо он есть любовь. Еще раз второй стих прочитаю, просто я, ну, все переворачивается внутри. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу Егора переставлять, а не имею любви, то я ничто». Ничто. 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 Ничто и зовут никак. Вообще ничто. Ноль. Абсолютно ноль. Все, ноль. Ничто. Хотя пророчества, тайны, познание, веру. О, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Братья, сестры, не обманывайтесь. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Даже если он патриарх, вселенский, даже если он Папа Римский, даже если он патриарх или там, или пастор в мега, супер, гипер церкви, даже если он профессор, академик, богословие, даже если он всю жизнь верующий. так что и чудеса совершаются, и горы переставляются, мертвые воскрешаются. Есть вещи, да, пророчества, можно пророк, допустим, пророчество, этот человек, то есть, не просто, не лжепророчество написано, доброго Божьего утра, брат, мир вам, Раиса, пишет, да, слава Богу. Вот, и, конечно, прекрасная вещь, и пророчество, прекрасная вещь, познание, знание тайн всех, вера, прекрасная вещь, вообще без веры уводить Богу невозможно, написано там, да, вот, но оказывается, имея даже всю веру, а можно Богу и не угодить, вот так вот, без нее не угодишь, но и с ней тоже не угодишь, с верой, вот, имея огромную веру, имея чудотворение, имея пророчество и познание, и знание тайн, ничто, Господь сотворил нас по своему образу, подобию, Роман пишет, Бог есть любовь, если мы любви не имеем, то братья у нее, ну да, да, это правда, вот, да в теории это понятно все, вот, да, интересно, если я раздам все имение мое, такая, зодока такая, вот, все раздаст вообще, ну, в истории христианства много было таких примеров, все имение, отдам тело мое насажение, и таких примеров за два тысячелетия навалом, а любви не имею, и таких примеров навалом, нет мне в том никакой пользы, написано, любовь долго терпит, о, спасибо тебе, Господь, мой Бог долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, вот он такой, он даже зла не мыслит, представляете, не радуется неправде, а сорадуется истине, вообще, для отца, для, ну, конечно же, наипаче, для небесного отца нашего, для нашего родителя, нет больше радости вообще, чем видеть детей своих, входящих в истине, как для земного родителя, для отца, матери, нет больше радости, вот, невозможно представить себе большую радость для родителя, чем видеть детей своих, ходящих в истине, вот, я это знаю, не понаслышке, сам родитель, вот, шестерых детей, вот, двое внуков уже, и, я понимаю, что, действительно, и как священнослужитель, вот, когда кто-то рождается через благовествование твое, через проповедь слова Божьего, когда кто-то рождается, и ты как родитель духовный уже, то, даже спустя годы, Наталья пишет, да, тоже очень правильное замечание, да, в этом законе пророки, вот, и, даже спустя годы, когда, я слышу о тех людях, которые пришли к Богу через мою проповедь Евангелия, которые родились свыше, вот, с моим участием, таким будем договорить, не от хотения моего, там, просто там, похотение, да, рождение было, а от хотения Бога, но при участии, вот, как проповедника, как евангелиста, благовестника, учителя, священнослужителя, вот, как повитуха, такой, духовный, да, принимающий роды, будем договорить, и когда, потом, спустя даже годы, многие, встречаешь человека, или же слышишь о нем, о том, кто родился тогда, на твоих глазах, вот, и он уходит в истине, то, действительно, для, как для священнослужителя, как для христианского, ну, служителя, да, для меня, это высшая награда, высшая радость, и это, это вообще-то, не знаю, это все, наверное, замечают, служители, все, кто, вот, приводит людей к Иисусу, вот, я думаю, что для каждого, такого человека, это так, на самом деле, по крайней мере, в своем служении, я видел разные чудеса, и вижу разные чудеса, и радуюсь им, конечно же, радуюсь, безусловно, и благодарю Бога, и верю, что еще больше Бог сотворит, но, знаете, самая великая радость, не в этих даже чудесах, не в воскрешении мертвых, не в исцелении, и все это есть, и все это будет еще больше, но, знаете, самая великая радость, когда, знаешь, что люди ходят в истине, когда, вот те люди, которые рождаются, не просто даже люди, а, которым ты питаешься, такие чувства особенные, когда ты, будем договорить, свидетель этого, этих родов, да, то, это запоминается на всю жизнь, вот, такие души, особенно, тебе близки, особенно тебе, ну, касаются тебя, это, это, это факт, на самом деле, это правда, я это, ну, не понаслышке знаю, вот, сорадуется истине, интересно, и Бог наш, Он сорадуется истине, вот, и для Него нет больше радости, для любви, для Бога, да, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине, чудо для нас, что Бог всех любит, это точно, да, великое чудо для человека, великое чудо для всех нас, великое чудо, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, Он все покрывает, слушайте, представляете, в седьмом стихе написано, все покрывает, всему верит, Он такой верующий, Он всем нам верит, слушайте, даже когда мы врем, когда там что-то делаем, мы лукавим, Он верит, Он нам верит, ой, как, я все вспоминаю, кто-то в социальных сетях, там написал, на фейсбуке, по-моему, как раз, кто-то написал, я там тоже скопировал, это, значит, написано было, вот не помню дословно, к сожалению, но типа того, что когда парень любит девушку, то даже тараканы в голове девушки кажутся ему божьими коровками, вот, ну, ну, тот, кто писал, он имел в виду, скорее всего, ну, так, имел в виду парня и девушку, да, любовь, но я как в песне песней в этом прочитал, вот, как раз, его любовь, его любовь, даже наши тараканы, православные там, тараканы, в наших головах православных, или протестантские тараканы, там, у протестантов в головах, там, или католические тараканы в католических их головах, там, ой, кажутся Богу божьими коровками, он любит нас, никакие тараканы, они не способны его любовь погасить, ни православные, ни католические, ни протестантские, никакие, вообще, он всему верит, вообще, он такой верующий, всего надеется, все переносит, вообще, это, я не могу, я вот читаю гимны, я не знаю, получится ли это читать, но я просто даже физически не могу уже дальше какого-то читать, вот, знаете, я почему, потому что, просто не могу, потому что, потому что он очень хороший, он очень добрый, он есть любовь, спасибо тебе, господь, спасибо, спасибо тебе, спасибо, ты есть любовь, не то, что сегодня совершаю, причастие, евхалистие, для меня это акт любви, для меня это, действительно, доказательство его любви, доказательство его искренности, его нежности, его любви, любовь, есть совокупность, совершенство, да, Наталья, да, да, это так, это правда, и, действительно, и вот все, в совокупности, все переплетено, в личности Христа, и вот здесь, вот сейчас, причастие, в крови его, у меня вот здесь, приготовлена, чаша, вот у меня хлеб, вчера был на хорошем общении, очень, замечательном, и, вот, мне даже, вот такая булочка, это вот, старое общение, да, кстати, очень вкусно пахнет, такая булочка, печенюшка, ну, такая вот, она, она мне напомнила про сфорку, кстати, вот, у нас в православии, там, выпекаются, ну, в разных юрисдикциях, по-разному, допустим, у старобрядцев, допустим, она чуть немного по-другому, там, выпекается, ну, сама, вот, само климо на шапочке, вот, да, здесь вообще без клима, но, мне, очень так трогательно, напомнило, про сфирку, про сфорку, вот, и, друзья, братья, вот, все, переплетено в Иисусе, все это Иисус, спасибо тебе, Господь, спасибо за тел и кровь твою, спасибо за чудо твое, спасибо, таки попробую дочитать, седьмой стих, еще раз прочту, вот, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, вот он такой, вот, на самом деле, он такой, это он, он прекрасен, Лия пишет, аминь, аминь, любовь никогда не перестанет, это правда, никогда не перестает, хотя, и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся, вообще, само время, нам, людям, живущим во временном этом измерении, кажется это чудным, конечно, очень даже, и нереальным, невозможно, но само временное измерение, даже, само время, это одно из творений Бога, да, может для кого-то это будет откровением, но, вообще-то, верующие люди, изучающие Писание, это прекрасно понимают, что есть категория вечность, есть понимание вечности, хотя, это не вкладывается в наш ум человеческий, это не вмещается просто в наш ум человеческий, потому что мы живем во временном измерении, и у нас есть начало, конец, вот начало этого эфира, допустим, да, будет конец этого эфира, все понятно здесь, но, то, что кажется нам естественным и понятным, есть более мир более естественный, более понятный, более реальный мир, и вот, по сути, вот то, о чем я читаю сейчас, это попытка, будем так говорить, двухтысячелетнего же попытка, вот этого более реального мира, в этом реальном мире, явить себя, божественного мира, явить себя в мире человеческом, в вечности, рассказать о себе во временном измерении, проявить себя во времени, великое в малом, в ничтожном, это, как вот, Кифа был на служении у нас в Киеве, и как раз вот он пример приводил, да, кто был на служении, там помнят, или записи смотрели, вот весной, как раз он был на служении у нас, значит, и рассказывал, пример из святых отцов, в Патриках там рассказывается, но там есть разные версии, как бы, и разная редакция, да, и порой о разных отцах тоже, и об Августине такое говорится, и о Афанасии Алициновическом, там разные есть версии, но смысл такой, что, а может это было, я так предполагаю, и не с одним отцом, как говорится, церкви, да, возможно это было и с разными людьми, похожая история, но по крайней мере, ну, допустим Августина, да, вот мы берем обычно, отца церкви, пятого столетия, который является авторитетом и для нас православных, и для католиков, западноевропейских добратьев, вот, как бы, ну, для всех фактически, отец церкви, один из отцов церкви, вот, Августин, и вот, ну ладно, короче, смысл такой, этого рассказа, что он размышлял о божестве, о божественности, размышлял о троице, пытался понять, вот, отец, сын, дух святой, как, откуда, зачем, ну, короче, его мозг взорвался уже, и он шел по берегу моря, решил прогуляться, потому что уже, ну, как бы, мозги закипели уже, вот, ну, понятное дело, да, это тяжело, это работа, тащить бегемота из болота, а это еще, еще худшее, это вообще-то, это, ну, да, так наивные люди, которые пытаются постичь, там, вот такие вещи, ну, тут, и тот отец церкви, значит, он, значит, шел по берегу моря, прогуливался, и вдруг видит такая картинка, девочка какая-то бегает, вот, она возле берега выкопала такую ямочку небольшую, и каким-то там, ну, ну, кувшинчиком, ведерочком, я не знаю, чем она там, черпала воду с моря, и бежала туда, и выливала в эту ямочку, и так делала много раз, он шел по берегу моря, и издалека видел, что девочка чем-то занимается таким глупым, вот, подошел, ну, понял, что, ну, вообще девочка занимается реальной глупой вещью такой, вот, значит, и говорит, что ты делаешь, девочка, она говорит, ну, дядя, ну, не видишь, я вот море хочу вот в эту ямочку сейчас перелить все, короче, она сделала его день, и он, говорит, значит, девочка, ну, это же море какое, представляешь, как тут сюда, ну, он как взрослый попытался ей как-то объяснить, что это невозможно, и вдруг девочка серьезным голосом говорит к нему, а как же, ну, сам Бог говорит через нее уже, как же ты пытался там, как бы, значит, безумно, или как бы, или там, да, пытался постичь меня, постичь невестимого, постичь океан, безбрежный океан, постичь своим временным этим умом, как бы, вот, и исчезла девочка, исчезло это видение, вот, и этот святой отец, он понял, что, значит, все, богословие, нет, оно лишь запутает, и, знаете, я у себя в церкви обычно так говорю, как раз рассказывал, когда об этом тоже, ну, похожие примеры приводил, богословие, говорю, хорошая вещь, но порой это такая пошлятина, знаете, это все равно, чтобы пытаться любовь объяснить с помощью физики, химии, биологии, да, можно объяснять, и пытаться, и объяснять, на самом деле, быть понятным, но, когда такой химик, физик, биолог, он сам влюбится, он поймет, что такое любовь, а пока он будет лишь объяснять с помощью физики, биологии, химии, он так и будет вот таким богословом, все наше богословие, там, уже два тысячелетия ломаются копьи на богословских всяких диспутах, вот, там Бог единственный, да, и неповторимый, или троица, или двоица, там, ну, это реже, очень редко встречается такое мнение, троица, вот, или там, допустим, Дух Святой исходит, от отца, или от сына, или от отца, или от отца, через сына, там, или, или как еще, божество, такое, значит, Христа Иисуса, он Бог, и человек, в нем, стопроцентный Бог, стопроцентный человек, или 50-50, или, или как, вот, все это настолько пошло, когда все это выносится, вот, весь сыр-бор этот, выносится на потеху, просто врагу вот так вот выносится, даже на соборные решения, вселенские соборы, это стало вселенским позором христианства, вселенские соборы стали действительно вселенским позором, потому что, ну, уже больше тысячелетия враг просто смеется с нас, христиан, вот, значит, и они поплачут, потому что любовь можно познать только любовью, больше никак, больше никак. Любовь никогда не перестает, 8 стих говорит нам, да, хотя и порочества прекратятся, языки умокут, и знания упразднятся, все пройдет, все пройдет, так устроен свет, все пройдет, но любовь не проходит, нет, как в той песне, старой, первой, вспомните, да, ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится, ну, вот, тоже в этих стихах, попытка объяснить необъяснимое, попытка показать, что вот это временное, оно прекратится, впереди вечность, как это объяснить, вот в этих словах, такая, знаете ли, отчаянная попытка, вечности, объяснить временному, что такое вечность, это, вот я, допустим, аквариум, допустим, да, вот я подошел к этому аквариуму, там много прекрасных рыб, и я пытаюсь им объяснить, что я их кормлю, я чищу им аквариум, я, значит, покупаю их, значит, там, значит, забочусь о них, ну, рыбки могут посмотреть на меня, там, там, да, у них свое, они на своей волне, будем так говорить, вот, я им попытаюсь объяснить, можно они что-то там по-сорому, по-рыбе, и понимают что-то, яшкаются между собой, вот, значит, может у них свои, как это рыбе, теология тоже есть, значит, там, понимание, что есть хозяин, как бы, значит, и кто есть, вот, кормящий их, там, значит, там, как бы, наверняка, вот, но, все равно, конечно, явить им себя, я не могу, если только сам рыбой не стану, знаете ли, буду думать по рыбе, буду плавать по рыбе, буду, вот, сам рыбой стану, и вот, вот, нечто подобное произошло, два тысячелетия назад, Бог стал человеком, вот, как отцы церкви говорили, древности, древности, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, вот, да, он стал в подобии обычной такой рыбки, в аквариуме, и вот, писание, по сути, это тоже, попытка объяснить нам необъяснимое, то, что в наш ум рыбий, будем договорить, не вмещается абсолютно, вот, просто мы должны это поверить, полюбить, просто, просто полюбить, и действительно, любовь открывает все это, спасибо тебе, Господь, когда я был младенцем, он пишет, да, здесь Павел, Каримфином, ну, тоже, как бы, иллюстрация такая, тоже, очень хорошая иллюстрация, которая и тогда, так шокировала, хорошо, очень, истрезляла, Каримфин, и других верующих, вот, так и сейчас, спустя два тысячелетия, в наш век, когда уже, как говорится, космические корабли, бороздят просторы Вселенной, да, по-прежнему, все дело так, и предстоит нам, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое, вот, хороший пример, ну, сейчас просто, из-за недостатка времени, вообще, это, здесь каждый стих, это просто, вот, действительно, гимн вечности, гимн Богу, который есть любовь, который любит нас, теперь мы видим, как бы, сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, познаю, подобно, как я познан, тогда я познаю, как, подобно, как я познан, тогда познаю, на самом деле, все познание мое сейчас, любовь Божия необъяснима, да, она и необъяснима, и объяснима, и необъяснима, это объять необъятное, невозможное, действительно, правда, но тогда, не сейчас, я просто это понимаю, как, допустим, дети, маленький ребенок растет, да, и я ему говорю, не делай этого, а почему, ну, я просто говорю, просто поверь, не делай этого, потому что я знаю, ну, физику, химию, я знаю механику, что это приносит, допустим, там, вред, или что, я ему просто говорю, он не может сейчас познать, эти, допустим, там, науки, он еще маленький ребенок, но он должен мне просто, как отцу, поверить, что этого делать не надо, допустим, там, говорится в заповеди, да, не прелюбодействуй, а почему, а зачем, а что, не твоего ума дела вообще, вот, сейчас просто, это не то, что не твоего, а просто ты сейчас это не поймешь до конца, даже всю жизнь, да, попытаешься медицинно это объяснить, медицински, да, это, это правда, попытаешься объяснить это, допустим, там, физиологически, душевно, духовно, да, это все будет правильным объяснением, но до конца все не поймешь, все не поймешь, только лишь вечности поймешь, почему, соблюдаешь субботу, допустим, почему, а почему не воскресенье, почему не пятницу, почему там, как у мусульман, говоришь, не пятница, да, у христиан многих воскресенье, почему не понедельник, почему все же дни твои, Господь, ты во все дни с нами, не поймешь все равно, бесполезно только бога почитай никому не молись больше почему а почему нельзя налево направо кому-то еще помолиться не воруй почему не воруй а если так плохо лежит а если я сворую и даже людям лучше будет вообще-то и многим я пользу принесу не поймешь все равно не твоего ума дело сейчас это вот не завидует а почему я же зависть она двигает прогресса я буду завидовать я начну я ученых будут вот ты не поймешь все равно это до конца ты сейчас ограничен просто доверься отцу ты еще раз нуждаюсь по младенчески ты будешь по ты сейчас познан но ты познаешь когда тогда тогда вечности почему почему я не знаю да пока чем у mín 12 есть вечность это временная и в этом временном есть своя привязь это мир не просто ограничены да он но в нем есть своя прелесть есть в этом мире временам оттого чего нет вечности есть время есть действительно вот это временное измерение которое есть, как и любое творение, это прекрасное творение, это не плохое, это не что-то такое гадкое, не-не-не, это хорошая вещь, время это прекрасная вещь, время это Божье творение, как и мы, как я и ты, как все это в этом мире, все сотворено, и Бог сотворил все весьма хорошо, все прекрасно, время прекрасная вещь, вот, прекрасная вещь, просто она как бы закрывает, Это как, допустим, еще не сам поцелуй с возлюбленным, да, с возлюбленной, вот, а это еще, как бы, вот, подготовка, ты, как бы, слышишь, ты чувствуешь дыхание, но ты, это еще не касание губ еще, да, если сравнить, вот, как с песней песней, допустим, да, вот, а это еще не сам обед, как бы, да, это еще запах с кухни, ты, ты, как бы, вот, уже понимаешь, что это запах, да, ты уже можешь представлять себе какие-то блюда, но все равно, когда ты вкусишь это блюдо, ты, ну, скажу, это совсем другое, нежели запахи, ну, и прочее, 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 вот, и здесь, это, как бы, не сам брак еще, это еще помолвка, как бы, у нас здесь на земле, вот, в этом временном мире, но в помолвке в этой, в этом запахе с кухни, в этом ощущении дыхания возлюбленной, да, есть своя прелесть, есть, ну, в США, не знаю, есть божья мудрость вообще в этом, и, а, и написано, теперь, теперь, вот в этот мир, да, в этом мире, в нашем временном мире прибывают три вещи, да, три вещи, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше, потому что и вера, и надежда, и любовь, они являют Бога, это имена Бога, это имена Создателя нашего, вера, надежда и любовь, но любовь, она раскрывает нам, ну, большее, Любовь Христа превозносит наше разумение, да, наше понимание, Тамара пишет. Так и есть. Приготовимся к участию, братья и сестры. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна хлопзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно, Твердили нет и поднимали смех, А Он с любовью призывает всех. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Приди скорей, Скорей тебя Он ждет, Давно стоит у каменных ворот, Тот стучит к тебе, Открой, уже пора, Прими любовь без златосеребра. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Аминь, аминь. Благодарю тебя, Господь, за твою великую любовь. Благодарю тебя, Господь, Ты есть любовь, Ты любишь, Ты любишь Бог, Ты любишь, И ты не можешь иначе. Аллилуйя. Да, братья и сестры, Сейчас Ли написала тоже, Что он даже врагов любит. Это правда. Вот я в начале эфира сегодня сказал тоже как раз, Что даже неверующие люди это замечают, Даже неверующие люди замечают в этом тварном мире Подобный механизм, Подобные вот эти вот связи Удивительные духовные, душевные. Вот и психологи, особенно детские допустим, Объясняют очень интересно. Вот и я как отец шестерых детей, Я это свидетельствую тоже. Что когда допустим там, Пример, агрессия порой, Да, значит там или вот у ребенка возникает, Да и у взрослого, Почему взрослые кричат допустим, Порой, значит, да, значит, Что там враждуют, Подлости какие-то делают. Как правило, Это даже сам человек того не понимая, И чаще всего так и есть, Чаще всего он не понимает сам. Он просит о помощи, Он просит любви, Он просит любви. И поэтому вот то, Что вот враги, да, Любить врагов, По-человечески это, Ну в этом мире, Временном мире, Испорченном, Вот к сожалению, Отпадшим, То любить врагов считается извращением каким-то, Или же чем-то для неверующих, А для верующих, Для религиозных людей, Это кажется каким-то высшим достижением непонятным. Но и то, и другое неправда, На самом деле. И то, и другое неправда. И то, и другое, Это разные обочины и проблемы. На самом деле, И не так, и не так. На самом деле, Все по-другому. Бог любит. И все мы просим любви. Просто те, кто враги, враждуют, Вот, они просят от любви более активно. Вот. А Бог, Он не может не любить. Он любит всех нас. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя, Господь. Возьмите хлебушка, друзья. И скажем волшебные, удивительные слова. Бог есть любовь. Это самое великое волшебство в этом мире. Он есть любовь. Ты есть любовь, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Ты есть любовь. Самое волшебное слово в этом мире. Это слово любовь. Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя, Боже, за то, что две тысячи лет назад Ты доказал ко всему роду людскому свою любовь. Отдав свою жизнь за нас. Отдав кровушку свою пролив за нас. Тело свое. Я беру этот хлеб сейчас. И... Ну, это не плод виноградной лозы. Это, вообще-то, смородину я запарил там. Но пусть будет плодом виноградной лозы. Но нет компота там или чего-то сока. Налейте просто даже воды. Я иногда при части понимаю, просто воды даже наливаю. И хлеб любой. Вот сегодня я... Это хлеб... Это печенюшка, хлебушка. Такой, похоже на проспорочку. Это со вчерашнего общения. Классное было. Хорошее общение вчера. Вот, там, на Наровской. Вот. Жалко, что и из питерских утром никто не откликнулся больше. Вот. Хотя, можно... Все во благо. По крайней мере, было очень хорошее такое. Такое близкое общение такое. Слава Богу. Вот. И вот такие вот эти... Очень вкусно пахнет. Взял... Мне-то напомнило проспорочку просто. Так умилительно было. Так вот трогательно очень для меня. Как для православного священнослужителя. Было вот напоминанием о проспирке. Это не проспорка, конечно. Но оно напомнило мне. Вот. Вот. Очень люблю литургию. Очень люблю пароль. Это... Прекрасная вещь. Спасибо тебе, Господь. Возьмите себе хлебушка. Налейте себе соку и... Или просто воды даже. Любого хлебушка даже. Вот. Я иду... Беру с собой часто просто бутылочку воды. Там... И какие-то сухарики. Но самое главное, причастие совершается умом нашим и сердцем нашим. Любовью. Причастие совершается. Так. Вы можете здесь, в этом городе, допустим, выпить все вино и съесть весь хлеб. Даже рассуждая о теле крови Христа. Но так и не причаститься Христа. Кто Духа Христовый не имеет, тот и не Его. Вот так. Потому что Он любит. Бог любит. Потому что Бог есть любовь. И Он не может иначе. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за жизнь твою. Благодарю тебя, Господь, Боже, за исцеление Твое, воскресение Твое. Благодарю тебя за победу Твою. Благодарю тебя. Благодарю. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Папочка, Егова, Бог Авраама, Исаака, Израиля. Аллилуйя. Творец неба и земли. Всего видимого, невидимого, всего, всего, всего. Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Брат мой и друг мой, Целитель и Освободитель мой. Аллилуйя. Ни в ком другом нет спасения для меня, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которое надлежало бы нам спастись. Аллилуйя, которым я спасен, Тобою я спасен, Тобою исцелен, Тобою благословлен, спасибо, возлюбленный мой, прекрасный. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, Дух Святой. За все я благодарю, Я Тебя, мой Бог, люблю, Я Тебя, Господь, люблю. Люблю, уважаю, дорожу Тобой, обожаю Тебя, люблю Тебя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Сейчас я еще продолжу, поразмышляю о теле крови Христа, уже один на один с Богом, с Господом моим, с любимым. Вот, а вас хочу благословить, братья и сестры. Время уже почти семь. Вот, пора завершать эфир. Я вот с шести до семи стараюсь вот это время как раз выходить в эфир. К сожалению, здесь слышимость в квартире хорошая, там другая. Вот слышно и там, и там, но поэтому я не могу петь, к сожалению. Вот, но так хочется воспевать. Но когда невозможно петь, есть безмолвное пение даже. Есть пение, когда твой дух поет, когда сердце твое поет. Вот, воспевайте Господу. Даже когда беззвучно, все равно воспевайте Богу из сердца своего, ума своего. Это прекрасно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Дорогие друзья, благословляю свой дом сегодня. Благословляю свою супругу драгоценную, Инну Сергеевну. Благословляю наших детишек, благословляю внуков наших. Лия тоже пишет о благословении в любви доброго Божьего в ранку. Дякую, дякую, Лия. Благословляю священническим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилуй тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Санкт-Петербурга, с берегов Невы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Ворогов. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится. Аллилуйя. Благословляю всех вас, обнимаю, люблю, целую всех. Слава Богу. Благословение вам брат Сергей Роман пишет. Аллилуйя. Все, до встречи с Богом. С Богом. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Господи, спасибо.